Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку-кошечку. Сейчас очень актуально, чтобы были вот такие вот треугольные торчащие ушки. И так как появилось очень много желающих на данную шапочку, я решила записать видео. В предыдущем заказе я была ограничена по времени, поэтому связала данный набор и записала лишь только успела с нут и метеночки. Вот, то так как появилось очень много желающих именно на шапочку, я решила записать специально для вас видео, как сделать вот такую замечательную шапочку. Я делала данный набор беленький из Himalaya Angel в две тоненькие ниточки. Вы можете, в принципе, продолжать шапочку вязать также из Himalaya Angel. Но я буду вязать в одну нить и ниточку взяла чуть-чуть потолще. Вот, в принципе, соответствует она ниточке в два сложения Angel. Я покажу в данном видео, как делать шапочку на окружность головы 53-54 сантиметра. Высота данной шапочки от начала вязания резинки до самой нижней части макушки 20 сантиметров. Но шапочка пружинит, посмотрите, она немножечко тянется вверх, вот, поэтому может даже немножечко больше быть. Я вам покажу, как делать расчеты абсолютно на любую окружность головы. Вы уже будете ориентироваться, как буду я по ходу вязания распределять петельки, делать макушку, вот, и будете варьировать уже на свой размерчик. Конечно же, не забудьте лайкнуть и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобятся пряжи. Я буду вязать пряжи Himalaya Super Soft Yarn. Это 100% дралон. Вы можете заменить пряжу абсолютно на любую. Это может быть чисто шерстяная пряжа, полушерстяная, либо же пряжа из искусственных волокон. Более подробно об этой пряже сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите в описании под этим видео. Буду вязать двумя номерами чулочных спиц. Номер 3 для резиночки и номер 3,5 для основного вязания. Также при переходе на основное вязание нам понадобится спица. Я взяла номер 3,5, как и по основному вязанию, для перекрещивания жгутиков. Можете, в принципе, эту спицу заменить на одну из чулочных спиц, которыми будете вязать изначальную резиночку. Также нам понадобятся ножнички, крючок абсолютно любой номер до третьего. И нам понадобится также сантиметр, либо канцелярская линейка для более точных расчетов изначального набора петелек для вашего обхвата головы. Также нам понадобится один маркер, либо булавочка. Мы ее отметим в начале ряда при круговом вязании. Также можете, в принципе, спицы чулочные заменить на круговые, если вам удобно вязать. Вязание не будет отличаться абсолютно. То есть мы как будем по кругу, по спирали вязать на чулочных спицах, так вы будете повторять и на круговых, на тросике, либо леске. Для начала я немножечко вам расскажу о расчетах. Как правильно рассчитать из вашей пряжи вашими спицами для нужной окружности головы. Смотрите, у меня окружность головы 53 см. То есть на окружность головы 53 см я буду вязать данную шапочку. Теперь от этих 53 см я вычисляю два жгутика. То есть я отнимаю. Я знаю, что в образце небольшом связанном у меня жгутик занимает 3 см. То есть смотрите, я связала образец резиночкой 2х2 меньшими спицами, затем перешла на спицы большего размера на 3,5 и связала уже непосредственно сам узорчик. Можете провязать обычную самую лицевую гладь спицами большего размера. И смотрите, в принципе в абсолютно любом вязании жгут занимает обычно где-то порядка 3 см. То есть в среднем вот я и взяла 3 см. От окружности головы мы отнимаем два жгутика по 3 см. То есть минус 6 см. Это получается 47 см. Эти 47 см нам нужно умножить на количество петель в 1 см. То есть смотрите, берем наш образец, прирастягиваем немножечко. И я посмотрела, у меня 8 см при растянутом состоянии ходит свободно 13 петель. Я 13 петель поделила на 8 см. И у меня получилась 1 целая петля, 0,62. Вот я количество петель в 1 см я и умножаю на количество оставшихся сантиметров в окружности головы. То есть это, к примеру, может быть 55 минус 6, либо 58 минус 6 и так далее. Ну, в принципе, для взрослых размеров этот вариант шапочки редко берут. Поэтому я вам расскажу именно для такого детского, подросткового размера. Итак, 47 наши оставшиеся сантиметра мы умножаем на 1 целую петлю, 0,62. И у меня получается 76,14. То есть смотрите, фактически получается минус наши жгутики 76 петель. Плюс, теперь смотрите, мы должны к этой сумме, к нашим 76,14 прибавить петельки жгута. То есть смотрите, мы отняли 2 жгута изначально, то есть 6 см, 2 по 3 см жгутика. В одном жгутике у меня 8 петель. То есть мы сейчас должны 8 умножить на 2 жгута, получается 16 петель. И добавить к нашим 47 сантиметрам, то есть 47 сантиметрам, в которых у нас, как вы помните, 76,14 петель, добавить 16 петель жгута. И получается у нас 92,14. То есть смотрите, нам теперь вот это количество петель, которое вместилось в 53 сантиметра окружности головы, нужно взять такое количество петель округлить, чтобы делилось на 4. То есть кратное 4. У нас рапорт узора резинки 2х2 составляет эти 4 петли. Вот чтобы четенько делилось, нам нужно взять целую сумму округлить, чтобы делилось на 4. Я беру целые 92 петли. Так как 92 петли четко делятся на 4 раппорта узора резинки 2х2, там получается 23 целых раппорта. 23 раппорта резинки 2х2 и состоящей из 4 петелек. То есть для начала нам нужно набрать 92 петли для окружности головы в 53 сантиметра. И плюс к этим 92 петелькам нам нужно добавить одну петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. У меня будет вязание на чулочных спицах. Вам также, если вы вяжете на круговых, то нужно будет добавить одну петлю, которая сократится при замыкании вязания в круг. Итак, набираем 92 петли самым обычным способом. Берем спицы меньшего размера и набираем 92 петли самым обычным способом. И не забудьте, что одна петля 93 у нас должна быть для замыкания вязания. Я набираю на спицы меньшего размера сначала на одну две начальные петельки, затем приставляю вторую спицу и набираю еще 90 петель. То есть я набрала 3 начальные петельки и еще продолжаю вязать набор петелек до 93. Для чего я набрала сначала на одну спицу, затем приставила вторую и продолжила набирать уже на две спицы. Для того, чтобы вот эти крайние петельки у нас не были растянуты. Я этого не люблю. Хотите, можете набирать сразу же на две спицы 93 петли. Затем, набрав эти петельки, вытаскиваем свободную спицу и распределяем количество петель на 4 спицы. То есть, как хотите, если вам удобно, можете по 23 петли. Но так как у нас будет в начале резиночка 2х2 вязаться, то я рекомендую вам все-таки на каждую спицу распределить четное количество петель. Итак, распределили наши петельки на 4 спицы. Теперь, смотрите, у вас в правой руке последняя спица, на которой у нас наборочная ниточка. И в левой руке та спица, на которой набрана первая и вторая петелька. Теперь, смотрите, немножечко стяните петельки к краю спиц. И теперь последнюю вот эту петельку с левой спицы, то есть первую набранную петельку, переодеваем на спицу, на которой последняя набранная петелька. Вот она. И последнюю набранную петельку одеваем на первую. И спускаем полностью эту петлю со спицы. То есть последняя набранная петелька у нас спустилась полностью со спицы. Теперь короткий краешек ниточки тянем на себя, а длинную рабочую ниточку тянем от себя. Вот так вот. И дальше возвращаем на место переснятую петлю обратно на левую спицу. Вот так. И посмотрите, у нас та лишняя петля для замыкания в круг осталась спущенная между вязанием. То есть она у нас как бы сократилась. Теперь еще раз подтяните наши ниточки. Одну вверх, рабочую вниз. И я вам сейчас рекомендую отметить вот здесь вот между первой и четвертой спицей маркером наше начало ряда. И в дальнейшем это не даст нам запутаться, где начало, конец ряда. Теперь вот этот короткий край ниточки после того, как мы потянули хорошо на себя, возвращаем к рабочей нити. И одеваем на пальчик точно так же вместе, как и рабочую ниточку. То есть мы сейчас начало ряда начнем вязать двумя вот этими ниточками. Хвостиком и рабочей. Для того, чтобы замкнуть наше вязание в круг и спрятать краешек ниточки. Вот так вот. И теперь мы начинаем вязать первый ряд. Все полностью петли мы будем вязать за переднюю стеночку, ближе к нам прилежащую. Чередуя две лицевые, две изнаночные. Две лицевые, две изнаночные. То есть начинаем формировать резиночку 2х2 первый ряд. При этом вяжем первую лицевой и захватываем за две ниточки. То есть за нашу рабочую и за ниточку хвостика, которую мы натягиваем. Возможно, вам сейчас будет не очень удобно вязать, но вы постарайтесь. Итак, вяжем две лицевые за передние стеночки, две изнаночные. Две лицевые, две изнаночные. Связав первую изнаночную, я, возможно, уже брошу вязать вот этот хвостик ниточки, а только начну вязать за рабочую, вторую изнаночную. Вот так вот. Теперь снова чередуем две лицевые петли, две изнаночные. Две лицевые, две изнаночные. И вот так вот вяжем первую спицу, чередуя две лицевые, две изнаночные, вторую, третью и четвертую до конца ряда, до нашего маркера. Если ваш первый ряд закончился двумя изнаночными петельками в конце, то вы связали все правильно и расформировали правильно резинку. Теперь второй ряд мы будем вязать и как все последующие ряды над лицевыми петлями. Лицевые, над изнаночными, изнаночные. То есть мы начинаем вязать две лицевые, две изнаночные, как и в предыдущем ряду. Причем лицевые я буду вязать за переднюю стеночку, а изнаночные петли за заднюю стеночку. И таким образом у нас будет вязаться неперекрещенными петлями красивая резинка. Лицевые за передние стеночки, близко лежащие к нам, а изнаночные за дальние стеночки, за задние. И вот так вот вяжу над двумя лицевыми две лицевые, над двумя изнаночными, две изнаночные. Я буду вязать так второй ряд, третий, четвертый и так далее. Пока у меня в ширину или в высоту, проще говоря, не наберется минимум 6 сантиметров. То есть 6-7 сантиметров, это в принципе для такого размера шапочки очень удобная высота резиночки. И еще большой плюс широкой резинки тем, что, смотрите, так как резинка без отворота у нас, то будет шапочка, скажем так, долго держать хорошо форму, не растянутой быть. Вот в принципе это детская шапка, она будет часто сниматься, одеваться. Поэтому, в принципе, чем шире резинка, тем будет дольше сохраняться красивый краешек шапочки. Итак, я связала 6 сантиметров резиночки в высоту. И теперь нам нужно распределить петельки таким образом, чтобы последняя и первая петля ряда нашего, то есть петля, которая перед маркером и после маркера, должна оказаться на первой спице. То есть у нас сейчас последняя изнаночная петелька должна быть первой петлей рядом. Вот так вот. И теперь на каждую спицу мы распределяем по 23 петли. На первой спице последняя и первая петля – это первые 2 петли. И затем 23 петли. Снова 23 петли на второй спице, на третьей 23 петли и на четвертой 23 петли. То есть делим ровно наше количество петель на 4 спицы. И теперь смотрите, разворачиваем передней стороной. То есть вот наш маркер. Это получается конец начала ряда у нас с задней стороны. И вот мы развернули передней стороной к себе. Возможно, вам кажется, что немножечко узковато, но абсолютно не думайте, что узко. Во-первых, тянется резинка раз. И второе, мы сейчас будем переходить на спицы большего размера. То есть сейчас увеличится еще наш, скажем так, обхват головы. Увеличится после перехода на вторые спицы. И теперь нам нужно определиться, где у нас будут жгуты наши. Нам нужно с одной стороны жгут и с другой стороны жгут. И, как вы помните, жгуты у нас находятся не четко на крайних сторонах переда, а где-то смещенные к серединке. То есть мы сейчас, смотрите, считаем, вот они наши по две лицевые петли, полосочки, вот такие вот резиночки наши. Вот они. У нас получается с передней стороны первая полоска, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая и одиннадцатая. Вот у нас 11 полосочек на передней стороне. Нам нужно откинуть вот эти крайние две полосочки. То есть у нас уже остается по центру 9 полосочек. И откидываем еще по две лицевые полосы. И у нас остается центральных 5 полосок. Вот смотрите, вот эти центральные 5 полосок, начиная от двух лицевых с одной стороны и заканчивая двумя лицевыми, это будет наша середина. Вот эти две, которые мы, скажем так, полосочки отделили после крайних полосок, и будут располагаться наши жгуты на протяжении всего вязания высоты шапочки. То есть вот эти наши по два лицевых столбика с одной и с другой стороны. Вот эти крайние столбики по две лицевые с одной стороны и с другой стороны у нас будут отходить как бы к боковой стороне. То есть вот они наши жгутики. Хотите, можете отметить маркерами, ниточками вот эти две полосочки нашего столбика из двух лицевых с одной и с другой стороны. Хотите, можете просто отсчитывать как я. Я сейчас провяжу первую спицу полностью лицевыми петельками и затем перейду на вторую спицу и буду отсчитывать количество петелек для того, чтобы нам отделить петли на наши жгутики с передней стороны. Итак, меняем спицы на размер больший. Да, кстати, я связала высоту резиночку в 16 рядочков и сейчас начинаю вязать фактически 17 ряд в высоту или первый ряд формирования основного узора. Берем спицу большего размера и начинаем вязать. Первую полностью спицу я провяжу лицевыми петельками. Причем изнаночные петли я буду вязать за дальние стеночки, а лицевые за передние стеночки. То есть вот они у нас идут лицевые, значит за ближайшие стеночки. Изнаночные за дальние стеночки. Лицевые за передние, изнаночные за дальние. Итак, всю первую спицу я провяжу просто лицевыми петлями. Провязав первую спицу, замените освобожденную спицу на размер побольше. И теперь смотрите, нам нужно со второй спицы провязать лишь только первые 4 петли. Это 2 изнаночные и 2 лицевые петли, но продолжаем вязать просто лицевыми петлями. Изнаночные 2 я вяжу за дальние стеночки двумя лицевыми и 2 лицевые я вяжу за ближайшие стеночки. И дальше нам нужно пока остановиться. Смотрите, если мы повернем себе передом, так как мы с вами смотрели, где нужно нам делать жгутики, вот они у нас 2 столбика с одной и с другой стороны, откинув по столбику с боковых сторон. И по центру наши 5. Смотрите, мы получается уже откинули вот этот лицевой столбик. Вот он у нас провязан. А из вот этих наших двух столбиков лицевых с одной и с другой стороны нужно забрать 8 петель. Как это можно сделать? Смотрите, мы считаем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, это 6 петель. И с боковых сторон забираем по одной изнаночной. Это 8 петель. И у нас остается из изнаночных вот этих вот чередования 2 лицевые и 2 изнаночные всего лишь по одной изнаночной с каждой из сторон. Вот эти 2 изнаночные мы так и провяжем изнаночными. То есть сразу же после первого вот этого столбика лицевого, одна изнаночная. И провязав вот эти 2 столбика, отсюда последняя у нас изнаночная также будет изнаночной. Что мы сейчас делаем? Смотрите, я вам сейчас расскажу. Мы провязали первые 4 лицевые петли со второй спицы. Дальше вяжем 1 изнаночную петлю. А петли жгута, 8 петелек, мы вяжем просто лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть связали 8 петель жгута после изнаночной. И снова вяжем изнаночную. То есть смотрите, вот она последняя наша изнаночная, так и будет вязаться изнаночной. 4 лицевые, изнаночная, 8 лицевых, изнаночная. Между изнаночными это и будут наши петельки жгутиком. Теперь у нас пошли центральные 5 вот этих лицевых столбиков от первой лицевой до последней лицевой. Мы вяжем все петельки лицевыми. То есть смотрите, эту спицу мы довязываем до конца лицевыми петлями. Первая лицевая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая. Дальше меняем освобожденную спицу на размер побольше. Это уже третья у нас спица. И продолжаем вязать лицевые с другой стороны. То есть смотрите, можете посчитать, если вам удобно. 2, 4, 6, 8, 9 лицевых мы провязали с этой стороны. Можем 9 лицевых провязать и с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязав 9 с одной и 9 с другой стороны, 18 петелек. Это и есть от лицевой до лицевой петли. Вот эти 5 столбиков лицевых. Теперь вяжем 1 изнаночную над первой изнаночной. 8 лицевых петель жгута. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вяжем 1 изнаночную. То есть с одной и с другой стороны нашего жгутика должна быть 1 изнаночная и 2 изнаночная. И до конца третьей спицы нам нужно довязать всего лишь 4 лицевые петли. Над двумя лицевыми 2 лицевые, над двумя изнаночными 2 лицевые петли. Четвертую спицу мы просто провяжем лицевыми петельками. Провязав последнюю четвертую спицу, мы заменили все спицы и перешли полностью на размер побольше. И теперь смотрите, нам всегда первую и четвертую спицу нужно будет вязать, глядя по рисунку. И только лишь на второй и третьей спице мы будем делать перекрещивание жгутика между вот этими изнаночными петельками. С одной и с другой стороны. Центральные у нас 18 петелек, то есть 9 на одной спице и 9 на второй спице мы будем вязать тоже по рисунку, как первую и четвертую спицу. Итак, сейчас мы провяжем второй ряд формирования узорчика нашего. И мы провяжем его, повторяя полностью первый ряд. Лицевые петли я вяжу над лицевыми, при этом я вяжу за ближайшую стеночку. Изнаночные петли я буду вязать за дальнюю стеночку. Провяжем первую спицу полностью лицевыми петельками за переднюю стеночку. Дальше на второй спице первые 4 лицевые мы так и вяжем 4 лицевые. Одна изнаночная за дальнюю стеночку. 8 лицевых первый жгутик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И одна изнаночная с другой стороны за дальнюю стеночку вяжем изнаночной. Теперь довязываем до конца 9 лицевых. До конца получается этой спицы. И 9 первых лицевых со следующей спицы также довязываем сюда же. То есть это наши центральные петельки по узорчику. Дальше у нас будет после провязанных 9 петель лицевых 1 изнаночная за дальнюю стеночку. 8 петель лицевых второй жгутик. Еще одна изнаночная за дальнюю стеночку с другой стороны нашего жгутика. И 4 лицевые до конца третьей спицы. Четвертую спицу мы так же как и первую провяжем полностью все петельки лицевые за переднюю стеночку. Третий ряд рисуночка мы немножечко поменяем. Смотрите, нам нужно первую и четвертую спицу провязать все петельки изнаночные. Первая спица у нас все петельки изнаночные за ближайшую стеночку. Со второй спицы мы первые 4 провязываем изнаночными, то есть на 4 лицевыми. 4 изнаночные как бы продолжения первой спицы. Затем одна у нас шла изнаночная, так и будем ее вязать изнаночной. 8 лицевых петель первого жгута, вяжем 8 лицевых. То есть петельки жгута у нас всегда будут лицевыми. И по обе стороны от этих 8 лицевых, с одной и с другой стороны, будет 2 изнаночные. Теперь вяжем средние 9 петелек с одной спицы, так же изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переходим на следующую спицу и первые 9 петель вяжем изнаночными, то есть наш центр. Он вяжется по рисунку, как на первой и четвертой спице. То есть первые 9 петель изнаночные. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее 1 изнаночная с одной стороны петля жгутика нашего. 8 центральных петель жгутика у нас лицевые, то есть 8 лицевых. Дальше 1 с другой стороны петля изнаночная и довязываем до конца спицы. До конца 4 изнаночные петли остается. И четвертую спицу, как я уже сказала в начале, как и первую спицу вяжем все петельки изнаночные. Четвертый ряд, как и все последующие четные ряды, это 2, 4, 6, 8, 10 и так далее, мы вяжем по рисунку, который формируем в нечетных рядах. 1, 3, 5, 7. То есть смотрите, мы связав первый ряд формирования узорчика, связали второй по рисунку. Над лицевыми лицевые вязали, над двумя изнаночными. С одной стороны две изнаночные и с другой стороны две изнаночные, над двумя изнаночными. Дальше, третий ряд мы сейчас сформировали петельки изнаночные, дальше петельки жгута лицевые, по центру изнаночные, петельки жгута лицевые и сзади у нас все петельки изнаночные. Так и повторяем, мы сейчас четвертый ряд, повторяем третий. То есть над изнаночными мы вяжем изнаночные петли, над лицевыми вяжем лицевые петельки. Но изнаночные петли я вяжу за дальние стеночки, для того, чтобы не вязать петли перекрещенными. То есть вот так вот все петли с первой спицы, четвертой изнаночной над изнаночными. И только лишь 8 петель с одной и с другой стороны петли жгута у нас лицевые. Связали четвертый ряд и в пятом ряду мы поменяем наш рисуночек. Сейчас первую спицу мы повторяем, как вязали первый и второй ряд. То есть два ряда мы свяжем лицевыми петельками. Это касаемо первой и последней спицы, то есть первой и четвертой. А дальше мы в этом ряду, уже в пятом ряду, будем делать перекрещивание нашего жгутика. То есть сейчас вяжем лицевыми петельками нашу первую спицу и 4 первые петли со второй спицы также провяжем лицевыми петельками. Дальше над первой изнаночной вяжем изнаночную петлю. То есть продолжаем как бы отделять наш жгутик изнаночными петельками. Теперь берем нашу дополнительную спицу для кос, либо можете просто прямую спицу взять, которой вязали резиночку. И снимаем первые 4 лицевые петли на дополнительную спицу. И оставляем их перед работой. Дальше следующие 4 петли. Это получается 5, 6, 7 и 8 петля за передней стеночки провязываем лицевыми петельками. Дальше с дополнительной спицы можете либо переодеть эти петельки на рабочую спицу, либо хотите, можете сразу же провязывать с нее. То есть уже я вам сейчас покажу один вариант, как мы переодеваем обратно, а затем провязываем. А с другой стороны я вам покажу, как вязать сразу же со спицы. Итак, за передней стеночки вяжем первую, вторую, третью и четвертую лицевую петлю, оставленные перед работой. Дальше у нас идут 9 петель узорчика. Перед ними одна изнаночная, с другой стороны отделяем жгутик изнаночный. И 9 лицевых вяжем по рисунку, как и на первой спице. То есть сейчас, смотрите, идут все петельки лицевые. И первые 9 петелек с другой спицы, с третьей по счету, мы также провяжем лицевыми. Первая лицевая, дальше вторая. Третья, четвертая. Пятая, шестая. Седьмая, восьмая и девятая. Дальше, смотрите, у нас идет изнаночная петля. 8 лицевых и изнаночная петля. Вот первую изнаночную мы так и вяжем изнаночной. Дальше спицу оставляем за работой, вот так вот. И на нее, за работой, снимаем первые 4 петли на дополнительную спицу. Вот так вот. Оставляем за работой. Дальше пятую, шестую, седьмую и восьмую провяжем на правую спицу. Лицевыми петельками за переднюю стеночку. Теперь с дополнительной спицы, оставленной за работой, мы должны провязать оставленные 4 лицевые. То есть мы вот так вот ниточку перекидываем за дополнительную спицу за работой, подтягиваем к началу оставленные петельки и за передней стеночки вяжем первую, вторую, третью и четвертую петлю лицевыми. То есть сразу же с дополнительной спицы, не переодевая на основную. И дальше у нас остается одна изнаночная петля со второй стороны нашего жгутика. И 4 петли до конца спицы довязываем лицевыми петельками за дальнюю стеночку. Четвертую спицу мы провяжем просто лицевыми петлями. Шестой ряд это четный ряд, а все четные ряды, как вы помните, вяжем по рисунку, как положили петельки в нечетном ряду. То есть первую спицу вяжем все петельки лицевые за ближайшую стеночку. Первые 4 петли со второй спицы также вяжем лицевыми петельками за ближайшую стеночку. Дальше над изнаночной вяжем изнаночную за дальнюю стеночку. И у нас идет 8 лицевых петель с перекрещиванием в левую сторону. Мы эти петельки вяжем 8 лицевых за ближайшую стеночку. То есть мы получается с одной стороны сделали перекрещивание в левую сторону. Теперь с другой стороны вяжем изнаночную вторую. И по рисунку нам нужно провязать 9 лицевых петель до конца второй спицы. Первые 9 петель с третьей спицы мы также вяжем лицевыми петельками, как ложатся по рисуночку. Дальше у нас идет одна изнаночная перед жгутиком и жгутик с перекрещиванием в правую сторону. Вот мы так и вяжем 8 лицевых за ближайшую стеночку над лицевыми петлями жгута с перекрещиванием предыдущего ряда. И изнаночную с другой стороны. До конца этой спицы нам нужно довязать всего лишь 4 лицевые петельки. И четвертая последняя спица у нас идет также по рисунку лицевыми петельками. И посмотрите, что у нас получилось. У нас получилась четко отделена центральная часть. Задняя сторона у нас идет по рисунку. И два жгутика на передней стороне с перекрещиваниями во внутреннюю сторону. То есть смотрите, первый жгутик мы будем всегда перекрещивать в левую сторону. Второй жгутик всегда будем перекрещивать в правую сторону. И вот таким вот образом продолжаем вязать дальше. Над жгутиками всегда у нас будут лицевые 8 петель. В каком бы ни было ряду, либо с перекрещиванием, либо без. Просто 8 лицевых. По обеим сторонам от жгутика 2 изнаночные с одной стороны и с другой стороны по одной петле. И вот эта задняя сторона у нас без жгутиков просто будет вязаться по основному узорчику. То есть сейчас довяжем нашу четвертую спицу и дальше продолжим вязать. Седьмой ряд, первую спицу мы вяжем все петельки изнаночные. То есть как мы вязали с вами третий ряд. Третий вяжем и седьмой вяжем одинаково. То есть все петельки у нас изнаночные. Вот так вот. И мы как бы сейчас получается находимся на третьем ряду нашего рапорта узора высоту основного рисуночка. Первые 4 петли второй спицы также начинаем вязать с 4 изнаночных петелек. Дальше у нас одна обязательно изнаночная с одной стороны от жгутика. Дальше второй ряд после перекрещивания 8 лицевых петелек. То есть мы сделали перекрещивание в пятом нашем ряду. Сейчас у нас седьмой ряд. Это значит, что шестой и седьмой ряд мы вяжем просто по рисунку. Второй ряд. Дальше у нас идет вторая изнаночная с другой стороны жгутика. И 9 петель до конца спицы нам нужно провязать изнаночными петельками. То есть центральные 18 петель у нас совпадают с основным узором, который у нас на первой и четвертой спице. Дальше у нас одна идет изнаночная перед жгутиком. 8 лицевых петель жгутика. После получается перекрещивание также второй ряд, как и на первом жгутике. И идет вторая изнаночная с другой стороны. До конца третьей спицы 4 изнаночные петли. И четвертая спица вяжем по рисунку все петли изнаночные. Восьмой ряд это четный ряд, поэтому вяжем в этом четном ряду по рисунку, как ложатся петельки. Над изнаночными петлями изнаночные вяжем, над лицевыми лицевые. Довязав восьмой ряд, мы провязали получается два рапорта основного узора. Смотрите, рапорт узора основного высоту составляет 4 ряда. 2 лицевых, первый, второй, третий, четвертый, два ряда изнаночных. Снова повторили. Получается 5, 6 ряд, 7 и 8 это уже второй рапорт узора. 1, 2, 3, 4 первый рапорт, 5, 6, 7 и 8 второй рапорт узора. 2 лицевых, 2 изнаночных ряда. 2 лицевых, 2 изнаночных. Сейчас мы начнем третий рапорт с двух лицевых рядочков в высоту, затем 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. То есть запомните, что каждый четный ряд, это провязывается по рисунку над лицевым рядом лицевой ряд, над изнаночным изнаночный ряд. Снова мы получается над лицевым провязали лицевой ряд в четном ряду, значит следующий ряд мы обязательно должны поменять на изнаночный ряд. И соответственно четвертый, последний ряд рапорта вяжется по рисунку изнаночными петельками. То есть я думаю, что по основному узору у вас не должно возникнуть вопросов. Всегда чередуем 2 лицевых ряда, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. А вот по поводу переднего узорчика у нас тоже, смотрите, все очень просто. Боковые до жгутика у нас повторяются с нашими вот этими петлями в начале ряда. И средние 18 петель, это 9 петель с одной спицы, с другой спицы 9 петель, всегда совпадают с узором, который мы вяжем на первой спице. То есть если это лицевой ряд лицевыми петлями, то соответственно здесь также лицевые петли. Если изнаночные, то изнаночные. То есть тут мы точно так же провязали 2 лицевых ряда, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных ряда, соответственно 2 рапорта высоту. Рапорт высоту узора жгутика у нас составляет 8 петель. То есть смотрите, мы в первом ряду сделали перекрещивание, то есть в пятом от начала формирования узора. Значит следующее перекрещивание у нас будет, получается, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мы вяжем по рисунку ряд, а в 13 сделаем перекрещивание. То есть в каждом восьмом ряду мы будем делать перекрещивание. Сделали в пятом ряду перекрещивание, отсчитываем 7 рядочков по рисунку, в восьмом делаем перекрещивание. Снова в восьмом сделаем сейчас перекрещивание, отсчитываем 7 рядочков, в восьмом перекрещивание. То есть в каждом восьмом ряду мы будем делать перекрещивание. Сейчас мы провязали в высоту по узорчику 3 ряда, то есть мы сделали перекрещивание в пятом ряду и провязали шестой, седьмой и восьмой ряд просто лицевыми петельками. Дальше продолжаем вязать девятый ряд. Девятый ряд у нас на первой спице вяжется как начало рапорта узора, поэтому вяжем лицевыми петельками. Я буду вязать лицевыми петельками за дальние стеночки с изнаночных, всю первую спицу и 4 первые петли со второй спицы, тоже лицевыми петельками. Дальше вяжем 1 изнаночная, 8 лицевых, 2 изнаночная. 8 лицевых мы вяжем наши петельки жгутика без изменения, четвертый получается ряд от перекрещивания. Центральные 18 петелек вяжем как и на первой спице, просто лицевыми петлями. Провязав центральные петельки, вяжем изнаночная, 8 лицевых и изнаночная, то есть петли нашего второго жгутика, четвертый ряд, так же как и на первом жгутике, вяжем по рисунку без изменения, просто лицевыми петельками. Дальше у нас 4 идут лицевые петли до конца третьей спицы и вся четвертая спица так же, как и первая, вяжется лицевыми петельками. Десятый ряд это четный ряд, поэтому вяжем по рисунку над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными изнаночные петли. То есть сейчас первую и четвертую спицу все петельки лицевые, центральные также все петельки лицевые, над петлями жгута лицевые и только лишь по обеей стороны от жгутика по одной изнаночной, с обеих сторон. Одиннадцатый ряд это третий ряд узора раппорта в высоту, то есть меняем петельки на изнаночные. Два ряда лицевых мы провязали, значит вяжем все петельки с первой и четвертой спицы изнаночными. И первые 4 петли следующей и второй спицы я провяжу так же изнаночными петельками по рисунку, продолжая первую спицу. Дальше у нас идет изнаночная петля и 8 петель лицевых нашего жгутика. И это сейчас у нас уже идет шестой ряд после перекрещивания, вяжем без изменения. Дальше у нас центральные 18 петель также изнаночными, это 9 петель с одной спицы и 9 петель с другой спицы. И точно так же мы повторим, провяжем изнаночную 8 лицевых и изнаночную с другой стороны и дальше все петельки до конца ряда довяжем изнаночными. Двенадцатый ряд это четный ряд, поэтому вяжем по рисунку. Над изнаночными петлями вяжем изнаночные петли, над лицевыми петлями жгута вяжем лицевые петли. И наконец мы подошли к тринадцатому ряду, тринадцатый ряд это начало рапорта узора высоту вот этого основного рисуночка, поэтому у нас сейчас петельки будут идти лицевые. Первый ряд после двух изнаночных рядочков будет лицевой. И теперь смотрите так же, что у нас тринадцатый ряд будет сейчас повторяться с пятого ряда, то есть тринадцатый мы сейчас провяжем как пятый вязали, дальше четырнадцатый как шестой, пятнадцатый как седьмой и так далее. То есть мы будем сейчас повторяться с пятого ряда. Пятый ряд мы вязали тоже все петельки лицевые на первой и четвертой спице и в пятом ряду мы делали с вами перекрещивание жгутика, поэтому в тринадцатом ряду мы будем делать перекрещивание нашего жгутика с лицевой стороны, с одной стороны и с другой стороны, то есть с передней части шапочки. Все петельки на первой спице лицевые и первые четыре петли на второй спице также лицевые по рисунку. Перед жгутиком одна изнаночная петля, так и вяжем ее изнаночной и дальше берем дополнительную спицу и снимаем на нее первые четыре лицевые петли из восьми. И оставляем на дополнительной спице перед работой. Дальше пятую, шестую, седьмую и восьмую петлю вяжем лицевыми петлями за переднюю стеночку. Дальше с дополнительной спицы провязываем оставленные перед работой четыре первые петли, также вяжем их лицевыми за переднюю стеночку. Вот так вот подвигаем для удобства и вяжем первую, вторую, третью и четвертую лицевую петлю. И сделали перекрещивание снова в левую сторону. Теперь отлаживаем пока спицу отдельно в сторону и довязываем со второй стороны вторую изнаночную петельку вокруг жгутика. Дальше вяжем наши средние 18 петель лицевыми петельками за дальнюю стеночку. И дальше аналогично первой стороне, но в зеркальном отображении вяжем одну изнаночную и спицу вот так вот направляем за работу. И на нее переснимаем первые четыре лицевые петли. И оставляем вот так вот на дополнительной спице за работой. Дальше провяжем пятую, шестую, седьмую и восьмую лицевую петельку на правую спицу за переднюю стеночку лицевыми. И теперь с дополнительной спицы вот так вот подтягиваем аккуратненько наши петельки, оставленные на спице за работой. За передние стеночки провяжем первую, вторую, третью и четвертую лицевую петлю с дополнительной спицы. То есть сделали перекрещивание в правую сторону наших восьми петелек. Дальше довязываем изнаночную петлю с другой стороны жгутика. И четыре лицевые петли вяжем до конца третьей спицы. Четвертую спицу, все петельки лицевые. И теперь четырнадцатый ряд повторяем шестого ряда. То есть сейчас мы четырнадцатый ряд должны провязать по рисунку над лицевыми петельками, лицевые над изнаночными и изнаночными. И при этом смотрите, у нас уже получается сделано два перекрещивания в пятом и в тринадцатом ряду. То есть в следующем восьмом ряду после перекрещивания мы будем снова делать очередное перекрещивание. А все остальные петельки вяжем, все остальные ряды, вот эти петельки жгутика вяжем по рисунку. То есть восемь лицевых. Сейчас мы сделали перекрещивание последнее в тринадцатом ряду. Значит четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый ряд мы вяжем по рисунку. В двадцать первом ряду мы сделаем перекрещивание. Затем снова двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой, двадцать седьмой, двадцать восьмой по рисунку. В 29-м сделаем снова перекрещивание. При этом запомните, что первый жгутик мы перекрещиваем с наклоном влево, то есть в левую сторону. Оставляем первые 4 петли перед работой. А во втором жгутике оставляем первые 4 петли за работой. Остальные промежуточки мы вяжем как центральную полоску, так и заднюю сторону. И боковые вот эти части наши вяжем по рисунку, как ложатся петельки рапорта чередования 2 лицевых ряда, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. То есть сейчас мы уже задали хороший тон, вам хорошо, я думаю, видно будет, как мы сделали основной наш узорчик. И из-за перехода в наших чередования 2 лицевых и 2 изнаночных рядочков у нас получается вот такая вот мнимая полосочка. Только как бы с задней стороны у нас получается как бы шопчик такой рубчик, но он незначительный и мне кажется, что его хоть и видно, но он получается довольно-таки негрубый и красивый. Это из-за перехода рисуночка. А с передней стороны у нас 2 вот таких замечательных жгутика, состоящих из перекрещивания 8 петелек лицевых. То есть я думаю, что здесь вам будет все понятно. Перекрещиваем жгутик в каждом 8 ряду, то есть 7 рядочков по рисунку вяжем вот эти вот 8 лицевых лицевыми. И по обеи стороны от жгутика у нас идут по изнаночной петле с одной и с другой стороны. Здесь мы продолжаем вязать до тех пор, пока не начнем делать небольшие убавления для закругления макушки. Итак, я связала основного узора высоту 10 рапортов. И у меня получилось от начала вязания нашей резиночки до конца моего вязания 10 рапорта основного узора, законченный двумя изнаночными рядами, 16 сантиметров. И сейчас я начинаю делать убавления для макушки. Убавления я буду делать с передней стороны на первой и последней спице и на окончании второй спицы и в начале третьей. То есть вот здесь вот по центру и по центру с задней стороны. И смотрите, сейчас получается я провязала 3 ряда после перекрещивания жгутика. Теперь поворачиваю снова на заднюю сторону и начинаю делать убавления для начала на первой спице в начале. И по счету рисунка у нас сейчас получается первый лицевой ряд. И поэтому мы сейчас будем делать убавления, провязывая две первые петли одной петлей лицевой. Для удобства мы сейчас первые две петли переоденем на правую спицу непровязанными за дальние стеночки. Вот так вот за дальние захватываете и снимаете непровязанными на правую спицу. Затем вот в таком положении возвращаете обратно на левую спицу. То есть вы повернули дальними стеночками вперед и теперь заводите за вторую петлю и вяжете вместе две петли одной лицевой. То есть делаем сокращение в начале ряда. Это первый ряд нашей макушки, запоминайте. И дальше все петельки полностью в этом ряду мы вяжем лицевыми петлями за дальние стеночки. То есть, как всегда, мы вяжем, это у нас получается по счету от начала формирования основного узора, первый ряд 11 рапорта. И он, как вы помните, у нас лицевой, поэтому до конца первой спицы мы сейчас должны провязать все петельки лицевые за дальние стеночки. Но у нас уже сократилась одна петля в начале первой спицы. Переходим на вторую спицу. И первые 4 петли мы продолжаем вязать лицевыми петлями за дальние стеночки. Дальше у нас по рисунку идет первая изнаночная петля. Мы ее так и вяжем за дальнюю стеночку изнаночной. Все петельки нашего жгутика 8 лицевых за передние стеночки. И это у нас уже получается четвертый ряд после перекрещивания. Дальше вторая изнаночная наша вяжем за дальнюю стеночку. И вяжем вот эти вот 7 петелек до двух последних лицевыми. То есть у нас всего 9 до конца второй спицы. Мы вяжем первые 7 за дальние стеночки лицевыми. То есть до двух последних петелек на второй спице. И вот довязали. И теперь нам нужно вот эти две петельки провязать также две вместе одной лицевой. Мы захватываем за дальние стеночки две петли и вяжем одной лицевой петлей. Вот так вот. То есть мы сократили получается на второй спице в конце две петли. И в начале третьей спицы мы также должны будем сократить две петли, провязав две. Первые вот эти изнаночные, одной лицевой. Для удобства, так же как и на первой спице, я за дальние стеночки снимаю непровязанными на правую спицу. А затем возвращаю обратно на левую спицу. И вяжу за вторую петлю две вместе одной лицевой петлей. То есть я как бы поворачиваю для удобства провязывание. И тем не менее меняю вот таким вот образом наклончик. И у нас получается одно сокращение с наклоном немножечко в левую сторону. А второе сокращение с наклоном в правую сторону. И теперь нам нужно довязать вот эти вот все петельки по рисуночку. Как вы помните, у нас остается 7 лицевых. Одна изнаночная, 8 лицевых жгута, одна изнаночная и 4 лицевые до конца этой спицы. А затем, смотрите, на получается четвертой спице по счету нам нужно провязать также все петельки лицевые, кроме двух последних петель. То есть на четвертой спице нам нужно провязать все петельки лицевые, кроме двух последних петель ряда. Две последние петельки мы провяжем одной лицевой за дальние стеночки. Вот так вот. И сократили, получается, в конце ряда также одну петельку. Теперь второй ряд также вяжем лицевыми петельками над лицевыми, изнаночными петлями над изнаночными петлями. То есть четный ряд, как всегда, вяжем по рисуночку, не меняя количество петелек, не сокращая, абсолютно не делая никакие перекрещивания. Просто вяжем над лицевыми петлями лицевые, над изнаночными петлями изнаночные. Причем в этом ряду над лицевыми я вяжу лицевые за переднюю, ближайшую к нам стеночку. Теперь третий ряд макушки мы переходим, как и в третьем ряду раппорта, на изнаночный ряд. То есть мы провязали уже два лицевых ряда, переходим на изнаночный ряд. В изнаночном первом ряду мы также сократим по одной петельке в начале спицы первой, затем в конце второй спицы, в начале третьей и в конце четвертой спицы. То есть на передней стороне в центре и на задней стороне в центре. Поэтому сейчас первую вторую петельку мы вяжем одной изнаночной петелькой. То есть сокращаем одну петлю в начале изнаночного ряда. Дальше все петельки вяжем до конца первой спицы изнаночными. первые 4 петли второй спицы также вяжем 4 изнаночные затем вяжем первую изнаночную перед жгутиком 8 лицевых петель жгута и 2 изнаночная после 8 лицевых петель жгутиком теперь вяжем петельки вот эти наши получается 6 изнаночных до двух последних петелек то есть провязываем 6 изнаночных со второй спицы до тех пор пока на второй спице не останется две последние петли и вот эти две последние петли должны будем провязать 1 изнаночной петелькой то есть вот так вот провязываем 2 вместе 1 изнаночной и первые две петли с 3 спицы также мы провяжем две петли 1 изнаночной петлей то есть делали сокращение с одной и с другой стороны и дальше мы довязываем все петельки изнаночные затем 8 петель жгута и с другой стороны все петельки изнаночные и нам нужно провязать точно также и четвертую спицу все петельки изнаночные до двух последних петель рядом две последние петли ряда также вяжем 1 изнаночной петлей то есть делаем сокращение в конце ряда теперь получается у нас четвертый ряд убавления макушки мы вяжем по рисунку это четный ряд поэтому над изнаночными петлями вяжем изнаночные петли над лицевыми петлями вяжем лицевые петли я вяжу изнаночные за дальние стеночки а лицевые у нас всего лишь над жгутиком за передние стеночки пятый ряд макушки это первый ряд следующего рапорта поэтому провязав 2 изнаночных ряда переходим на лицевые ряды и снова в начале лицевого ряда сделаем убавление вначале мы снимаем на правую спицу не провязаны изнаночные две петли за дальнюю стеночку вот так вот а затем возвращаем уже повернутые петельки обратно на левую спицу и теперь вяжем две петельки за дальнюю получается стеночку за вторую вяжем 2 вместе одной лицевой вот так вот сделали сокращение в начале первой спицы и дальше до конца первой спицы вяжем все петельки лицевые и сейчас смотрите у нас получается после перекрещивания последнего нашего жгутика уже сейчас как раз таки наступил восьмой ряд а в восьмом ряду мы каждом делаем перекрещивание поэтому помимо того что мы сейчас будем делать сокращение в этом ряду и вязать все петельки лицевые нам нужно будет еще сделать перекрещивание наших жгутиков с лицевой вот здесь вот стороны шапочки сейчас провязав первую спицу дальше 4 вяжем лицевые со второй спицы затем вяжем одну изнаночную и берем дополнительную спицу переснимаем на дополнительную спицу первые 4 лицевые петли жгутика нашего из 8 лицевых и оставляем на дополнительной спицы перед работой дальше вяжем пятую шестую седьмую и восьмую петли лицевыми петельками на правую спицу и затем с дополнительной спицы провяжем оставленные перед работой 4 петли за переднюю стеночку первая лицевая 2 3 и 4 сделали перекрещивание в левую сторону дальше вяжем 1 изнаночная после жгутика теперь до двух последних петель на 2 спицы мы вяжем 5 лицевых за дальние стеночки 1 2 3 4 5 и дальше у нас остается две петельки мы вяжем за дальние стеночки одну лицевую вместе из двух изнаночных связали убавлением теперь переходим на третью спицу в третьей спице мы сначала также сделаем убавление поэтому за дальние стеночки переснимаем не провязанные на правую спицу две первые петли возвращаем их повернутыми обратно на левую спицу и за вторую петельку вяжем две петли вместе одной лицевой то и сделаем убавление дальше вяжем 5 лицевых первая изнаночная нашего второго жгутика так и вяжем на дне изнаночную и затем берем снова дополнительную спицу в руки и оставляем за работой на ней четыре первые лицевые петли из восьми оставляем за работой и дальше вяжем пятую шестую седьмую восьмую петельку лицевыми за переднюю стеночку один два три и четыре и дальше с дополнительной спицы возвращаем обратно 4 лицевые петельки на правую спицу поворачиваем себя удобным способом и ниточка за работой вяжем 4 лицевые петельки сделали второе перекрещивание с наклоном в правую сторону и дальше до конца третьей спицы нам осталось довязать одну изнаночную и 4 лицевые за дальние стеночки и теперь смотрите сделав перекрещивание нам остается лишь только в конце этого ряда убавить в конце вот эти вот две последние петельки провязать одной лицевой поэтому сейчас вяжем все петельки до двух последних лицевыми за дальние стеночки и две последние петли в конце вяжем за дальние стеночки одной лицевой то есть делаем сокращение шестой ряд мы провяжем это четный ряд поэтому провяжем по рисунку над лицевыми петлями будем вязать лицевые над изнаночными по обе стороны наших жгутиков будем вязать изнаночными а так в принципе все петельки лицевые причем буду лицевые вязать за ближайшие к нам прилежащие стеночки в седьмом ряду меняем петельки на изнаночные поэтому сразу же в начале первой спицы вяжем две первые петли 1 изнаночной то есть делали сокращение и дальше до конца первой спицы все петельки вяжем изнаночными на первой спице провязали петельки и на второй теперь первые четыре изнаночные как продолжение предыдущих провязанных петель и 1 изнаночная перед нашим жгутиком дальше 8 лицевых петель нашего жгута и 2 изнаночная после 8 лицевых петель с другой стороны и теперь смотрите нам нужно довязать 4 изнаночные петли до двух последних вот этих вот петель и 1 2 3 4 оставшиеся две петельки вяжем вместе одной изнаночной петлей сделали снова сокращение в конце второй спицы и в начале 3 спицы мы также должны провязать две первые лицевые петли 1 изнаночной петлей сразу же делаем сокращение и у нас остается 4 изнаночные петли над лицевыми 1 изнаночная петля перед жгутиком 8 лицевых петель 2 жгутиком 1 изнаночная с другой стороны после жгутиком и 4 изнаночные до конца 3 спицы на 4 спицы вяжем все петельки изнаночные до двух последних мы в конце также свяжем две последние петли 1 изнаночной петлей вместе 8 четный ряд мы вяжем по рисунку над изнаночными петлями изнаночные над лицевыми петлями лицевые в девятом ряду переходим на лицевые петельки поэтому поворачиваем первые две петли дальними стеночками вот так вот разворачиваем и вяжем за переднюю стенку дальние петли 2 вместе одной лицевой две первые петельки дальше до конца первой спицы довязываем все петельки лицевые за дальние стеночки на второй спице вяжем 4 лицевые 1 изнаночная первая перед жгутиком дальше 8 петель лицевых над жгутиком 1 изнаночная после нашего жгутика первого дальше нам нужно связать 3 лицевые а две последние петли мы свяжем две вместе одной лицевой петлей за дальнюю стеночку 2 вместе вяжем лицевой делаем убавление в конце второй спицы и дальше в начале третьей спицы снова нам нужно повернуть для удобства убавления две первые петли дальними стеночками и вернуть обратно затем за вторую спицу заводим и вяжем две вместе одной лицевой дальше нам нужно связать 3 лицевые петли 1 изнаночная первая перед жгутиком 8 лицевых петель жгутиком 2 изнаночная после жгутика и дальше 4 лицевые петли до конца третьей спицы четвертую спицу мы вяжем все петельки лицевые и две последние нам нужно провязать одной лицевой петлей вместе десятый ряд это четный ряд поэтому вяжем все петельки лицевые основного узора над жгутами также у нас лицевые и по обе стороны наших жгутиков с одной и с другой стороны по одной изнаночной в одиннадцатом ряду переходим на изнаночные петельки поэтому две первые лицевые петли вяжем вместе 1 изнаночной и все петельки до конца первой спицы вяжем изнаночными на второй спице первые 5 петель изнаночные далее лицевые петли жгута и вяжем наши две оставшиеся петли до двух последних также 2 изнаночные две последние петли вяжем 1 изнаночной петлей вместе и точно так же начинаем в зеркальном отображении вязать третью спицу две первые петли мы сократим 1 изнаночной провяжем вместе далее 2 изнаночные петли нашего переда 1 изнаночная перед жгутом дальше наш жгутик из 8 лицевых пока без изменения и до конца ряда у нас остается ой до конца спицы остается 1 изнаночная с другой стороны и 4 изнаночные и провязали третью спицу на 4 спицы снова в конце мы уберем одну петельку провязав две последние петли ряда 1 изнаночной петлей 12 ряд это четный ряд поэтому вяжем все петли по рисунку над изнаночными петлями вяжем изнаночные над лицевыми петлями вяжем лицевые и наконец 13 последний ряд завершающий мы просто провяжем абсолютно все петельки лицевые единственное что можете конечно же связать вот здесь вот где у нас изнаночные петли по обеи стороны от жгутика можете провязать изнаночные хотите можете все петельки лицевые провязать я наверно пожалуй провяжу изнаночные петельки по обе стороны от наших жгутиков а все остальные петельки я провяжу как первый ряд рапорта нашего то есть над изнаночными петлями первой и последней спицы я провяжу лицевые петельки без изменения а там где по нашим сторонам жгутика с одной и с другой стороны 2 изнаночные вот я их и провяжу изнаночные то есть мы просто как бы сейчас уравниваем полностью наше вязание первым рядом рапорта вот и над изнаночной вот я пожалуй свяжу изнаночную по идее сейчас у нас был первый лицевой ряд рапорта там где мы должны были делать перекрещивание жгутика если я сейчас сделаю перекрещивание жгутика у нас сильно стянется макушка я этого не хочу поэтому я не буду больше делать перекрещивание мне этой высоты достаточно более чем шапочки поэтому я просто как бы уравняю полностью все наше связанное ранее полотном вот и мне так проще будет заканчивать шапочку если будут петельки все красивенькие ровненькие одинаковые так как в лицевом нашем вязании довязав лицевой ряд сейчас выворачиваем наше вязание на изнаночную сторону я уже вывернула вот и у нас должно получиться вот такое аккуратное красивое вязание с изнаночной стороны и сейчас мы будем закрывать нашу макушечку с изнаночной стороны в обычной стандартной шапочки мы делали бы убавление до тех пор пока у нас все петельки не сошлись бы на макушке то здесь нам нужно оставить такие вот квадратные ушки вот поэтому сейчас мы будем делать закрытие открытых вот этих петелек у нас как вы помните петель их было одинаковое количество на спицах если у вас не одинаково абсолютно ничего страшного вы можете провязать последующих рядах которые мы вязали без убавления просто убавить на допустим если у вас на какой-то из спиц больше получилось немножечко то можете вначале в конце спицы убавить ничего абсолютно страшного здесь не скажем так не столь важно и честно говоря тут такая очень простая шапочка простое вязание что ни на изнаночных не на лицевых петлях у вас этого убавления не будет видно вот и у меня осталось получается на каждой из спиц по 17 петелек и если я вот так вот слаживая первую вторую спицу третью четвертую вместе то у меня получается на передней и на задней стороне одинаковое количество петель и смотрите сейчас по идее нам нужно было бы отрезать эту рабочую ниточку и начать присоединение с правой стороны то есть как бы отсюда у нас будет сокращение не сокращение закрытия петелек вот справа налево но рекомендую вам эту ниточку пока не отрезать а взять с внутренней стороны достать хвостик либо же если вы вязали с внутренней стороны мотка то с внешней стороны у меня честно говоря оставался при первом вязании вот такой вот остаток моточек он мне не нужен в принципе поэтому я буду благодаря вот этому моточку сейчас делать закрытие почему нам не нужно бы сейчас отрезать смотрите вы точно не уверены подойдет ли вам вот эта высота шапочки на скажем так на данную голову вам возможно недостаточно будет вот этой глубины и шапочки вы потом сможете обратно вывернуть на лицевую сторону и навязать буквально пару рядочков потому что закрытие петелек также у вас пол сантиметра высоты заберет от общей вашей шапки вот поэтому я не рекомендую вам отрезать эту ниточку пока вы не удостоверите что шапочка как раз тогда уж отрезайте ниточку и прячьте хвостик а пока возьмите другой хвостик другой стороны мотка и начинаем делать закрытие петель смотрите закрытие петельки я буду делать лицевыми петельками то есть смотрите я соединяю наше вязание это у меня получается первая и вторая спица третья и четвертая вот я первую и вторую вместе складываю и нахожу первую петельку на первой ближайшей спице и первую петельку на второй спице и за передней стеночки вяжу вместе одной лицевой петлей сквозь за две стеночки то есть я смотрите не присоединяю никуда ниточку я просто ее прикладываю как рабочую на пальчик и вяжу за переднюю стеночку с одной спицы с другой обе петельки одной лицевой то есть я вот таким вот образом провязала первую пару и вторую на правой спице у меня две петли и я первую провязанную петлю одеваю на вторую и спускаю полностью со спицы у меня остается всего лишь вторая петелька теперь снова я нахожу первую пару ближайшую и вяжу лицевой петлей спускаю со спицы и дальше первую петлю одеваю на вторую то есть смотрите я как бы делаю параллельное закрытие петелек попарно провязывая петельки с первой со второй спицы а затем одеваю первую на вторую провязанную снова вяжу вместе две петли одной лицевой спускаю их с рабочих спиц и затем переодеваю у меня получается вот такая аккуратненькая косичка я постараюсь максимально медленно вам показать за передние стеночки с одной из другой спицы пропускаем рабочую петлю провязываем за две петли одной лицевой и спускаем с рабочих спиц затем первую провязываю одеваем на вторую и у вас остается на правой спице всего лишь одна петля снова попарно провязываю две петли вместе одной лицевой затем первую одеваю на вторую провязанную петлю у меня получается вот такая аккуратная косичка и не закрепленная ниточка я потом в конце закрытия петелек вот этот хвостик уже спрячу закреплю аккуратненько вот и вот так вот я провяжу первую вторую спицу сделаю закрытие и плавно перейду на третью и четвертую спицу то есть у меня совпадают петельки на передней и задней стороне шапочки поэтому мне без труда составит попарно провязать с передней и задней стороны одну спицу и вторую а затем третью и четвертую если вы у вас круговое вязание то можете закрывать крючком попарно хотите можете просто закрыть петельки по кругу и сшить но честно говоря мне это кажется грубо мне вот этот вариант на таких вот я бы сказала квадратники в шапочках очень даже нравится он аккуратный и при этом по ходу носки он у меня не распустится я буду в нем уверенно и вот так вот попарно я продолжаю провязывать и переодевать петельки здесь вот в конце не очень вам удобно возможно будет но вы постарайтесь у меня вот осталось буквально две пары я провязываю оставшиеся две пары и переснимаю одну на другую провязанную петельку и вот остается у меня последняя пара я полностью убираю спицы первую вторую вот так у меня остается рабочая ниточка и вот смотрите я провязала последнюю пару и на нее переодела последнюю петлю я получается провязала первую пару спиц и перехожу плавно ко второй ко второй вот я нахожу первую спицу ближайшую с рабочей ниточкой и дальнюю и провязывая 2 вместе 1 петлю лицевой переодеваю на правую спицу и затем там переснимаю предыдущую провязанную пару на последующую и снова попарно делаю закрытие и предыдущую на последующую здесь рабочая ниточка возможно у вас немножечко привытащится абсолютно ничего страшного главное когда будете уверены что шапочка у вас подойдет глубина то когда будете прятать закреплять вот этот краешек ниточки при вязании аккуратненько спрячьте вот эту дырочку у вас ее не должно быть то есть никаких растянутых петелек у вас здесь не должно быть хорошо закрепляете прячете то в одну то в другую сторону вот я всегда рекомендую прятать краешек ниточки желательно с каким-нибудь аккуратненьким узелочком чтобы он не давил голову но и в то же время не распустил вязание по ходу носки шапочки а особенно по ходу стирки и так в общем я продолжаю делать закрытие пока у меня не останется ни одной петли а так как у меня провязывается попарно и делилось общее количество на два то у меня не должно быть абсолютно ни одной никакой лишней петельки все должно уйти наше вязание и лишь должна в конце остаться одна петля на правой спице вот так вот попарно провязываем провязываем и провязываем еще раз повторюсь если у вас были какие-то лишние петельки не бойтесь их сократить предпоследнем последнем ряду нашей макушке уже в конце провязывания общей высоты шапочки их не будет заметно и ничего не должно быть видно и вот смотрите у меня провязывается последняя пара за передней стеночки и делается последнее перекидывание петли и вот посмотрите у нас что получается с изнаночной стороны у нас получилось вот такая аккуратная косичка здесь у нас ниточка должна спрятаться после того как вы будете уверены что шапочка глубина подходит здесь ниточка также должна зафиксироваться и спрятаться и с этой стороны точно также делаете одну воздушную петлю можете даже две и прячете отрезаете хвостик и прячете ниточку здесь у вас ниточка уже зафиксирована главное и и спрятать и вот что получается смотрите выворачиваем на лицевую сторону полностью все уголочки наши поправляем все должно быть у вас аккуратненько красивенько не забудьте снять маркер он вам не нужен обрезать ниточку которая была лишней у нас получается вот так вот с задней стороны здесь резиночка стягивает но посмотрите если вы оденете вот так на голову то все должно быть очень даже аккуратно и с лицевой стороны у нас тоже получилось все очень аккуратно посмотрите наши уголочки в меру торчащие и благодаря вот этому убавлению сзади и спереди на макушке у нас получились отделены ушки если вы придадите объем шапочки то они вот такие вот торчащие как у кошечки и нам осталось всего лишь спрятать ниточки и хвостики можете померить шапочку если все подходит все отлично то просто отрезаете краешки ниточек и прячьте хвостик если же вам недостаточно глубины вы хотели бы к примеру добавить еще пару сантиметров то смело добавляйте пару сантиметров можете даже не распускать до убавления в идеале в идеале конечно же лучше при распустить до вот этого момента начала убавления и затем провязать еще несколько перекрещиваний либо одно перекрещивание вправо влево жгутика а затем уже провязывать макушку вот здесь вот от убавления начала первого ряда либо же либо здесь делаете перекрещивание и довязываете эти пару сантиметров пару пару сантиметров мне кажется это много для такого размера там может вам не хватить всего лишь где-то сантиметра вот и по желанию можете украсить абсолютно любой брошкой пуговицей какой-то там бусинкой стразиками пайетками в общем я надеюсь что вам все понравилось осталось понятно конечно же не забудьте лайкнуть спасибо что остаетесь на моем канале всем хорошего настроения пока пока